здравствуйте дорогие друзья здравствуйте дорогие товарищи как я рад вас видеть я надеюсь что вы меня тоже рады видеть я вас благодарю за то что вы поддерживаете канал в той или иной форме за то что вы пишете комментарии читать мне их очень интересно это я не заученные фразы говорю я чистого сердца от всей души спасибо комментарии мне интересно и помимо того о чем там говорится помимо общих тем до интересный еще и в том смысле что вы просите показать ту или иную пластинку как правило весь пластинку меня дома нет у меня очень много чего нет я сразу говорю для всех то нет у меня и сидись и ни одной пластинки на на пластинке scorpions ни одной пластинки там всяких сексон crocus вот этих групп меня даже близко нет мне нет даже red hot chili peppers которых я безумно раньше любил в 90-е годы а когда вышел альбом калифорникейшем я как-то так припух извините за выражение послушал и больше от хотели поперс не слушаю никакой после вот этой к это закомпрессированного ужаса который повалил из этого альбома на меня и то что дальше там пошло уже как-то настолько отбила охоту честно говоря как просто обухом папа по голове единственное что если one hot minute я где-то найду пластинку виниловую я с удовольствием про нее расскажу она действительно очень хорошая но она не похожа ни на что другое и из творчества этой группы какой-то прорыв внезапный был хотя ранее вроде мне нравились как-то ну вот таких ударов астап бендер не испытывал давно как и фроникейшен и то что дальше да но зато у меня полно пластинок других как вы заметили наверно по роликам в частности полно пластинок бабы марли а марли просили люди тоже показать повертеть перед камерой до рассказать что-то одну пластинку я уже показывал вертел рассказывал так и чифая первый альбом которые делали в лондоне под руководством криса блэквелла а вот это вторая пластинка я привез на дачу специально чтобы показать здесь заодно послушаю на даче домин 1973 год тот же год что и собственно к чифая записан альбом меньше чем через полгода после к чифая и про этот альбом ходят разные слухи что дескать оставлены только голоса все остальное сыграно музыкантами английскими настоящими рок музыкантами профессионалами это полная ложь ничего подобного даже близко нет а слухи эти идут оттуда от того о чем я говорил в ролике посвященном к чифая где действительно играла пара английских английских музыкантов которые наложили было наложено в двух песнях в трех песнях соло-гитара в таком роковом стиле достаточно достаточно европейском и что-то еще было подписано где-то но только чуть-чуть кроме гитары в трех песнях и вот этого чуть-чуть где-то ничего больше не делалось никакими студийными музыкантами все было записано в кингстоне на ямайке и альбом очень честный я имею ввиду к чифая и придраться там в этом смысле не к чему а здесь вообще никто кроме музыкантов уэллерс не руку не ногу не пальцы не прикладывал здесь все до единой ноты записано в кингстоне привезено в лондон сведено в лондоне под руководством блэквелла и выпущено в свет и на сказать выпущено столь успешно что музыка регей пошла в рост в наших краях с дикой силой хотя конечно и марли и the wellers далеко не единственные музыканты которые очаровывали европу и америку групп очень много было и есть но случилось так что марли стал как бы самым наверное известным у европейского слушателя самым популярным и у американского тоже и the wellers и бок марли это уже такие бренды символы музыки регей хотя такие настоящие музыканты регей не шибко любят эту музыку потому что она все-таки европеизирована стала чем дальше тем больше ранние альбомы еще такие ближе к корневому звучанию это вполне вообще вполне просто я майка здрасте ничего такого а дальше уже конечно немножко было адаптировано под европейского слушателя но хуже не стало совершенно потому что я не знаю там те же группы там стил палс пульс они играют вообще с европейским звуком но при этом мощнейшие реки регей никто их не ругает я тоже я про их расскажу кстати меня два альбома есть очень хорошая группа уэллеры тоже ушли после записи этого альбома из группы и дальней в дальнейшие пластинки уже были как бы пластинками практически не the wellers а практически боб марли ну и часть музыкантов уэллерс конечно там присутствовала но это уже не корневой изначальный состав который работал с 1960 аж третьего года ну боб марли перетянул на себя все потому что он является основным автором песен основным певцом голос у него божественный действительно фантастический певец прекрасный тембр точнейшее интонирование здесь я даже не могу здесь все вообще все поют все в порядке и и уэллеры тоже все прекрасно и здесь даже не нельзя говорить о бэк-вокале потому что это не бэк-вокал в каждой песне а это полноценные вокальные гармонии которые везде 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 выплывают из-под лидирующего голоса очень красиво очень четко точно и интересно и сложно и очень много напета здесь всего и лидером певцом да и уэллер здесь поет пару песен этаж поет одну песню остальные все поют марли и там где поет один там поют и все снизу сбоку оттуда отсюда вот эти вот и очень много они переплетаются вот эти гармонии вокальные очень очень красиво безумно интересно и музыка кажется такой урагей да что такое расслабляюще взял бокал под пальмой банан или там не знаю что еще с девушкой да и там враги и вот такой кайф поплыл куда-то там под облака но при этом эта музыка такой злобы ярости боли крови пота и гнева что она не сравнится ни с какой панк-группой я очень люблю панк-рок в первую очередь за то что это безумно веселая музыка это чистое веселье настоящее такое злобное такой черный юмор очень такой очень круто при этом серьезные песни очень есть очень такие напряженные протестные декларативные но это все так примете когда человек орет 99 процентов его ярости и боли уходит в крик а когда поют музыканты the wellers и в бок марли в крик не уходит ничего все остается внутри у артиста и перетекает внутрь сюда к слушателю и вот это более ярость которая в этих песнях она просто так она остается надолго она заседает оседает внутри и ты с этим живешь ничего не поделаешь наверно поэтому музыка легей так и популярна и так долго она держится и популярностью не уходит и песни эти запоминаются и пластинки запоминаются и очень часто переслушиваются то очень здорово но я повторяю что такого откровенного удара по современному обществу я честно говоря не припомню больше не знаю с чем сравнить даже потому что но впрямую поется о том что жги и грабь например да мы просыпаемся утром выходим на улицу как заключенные нас встречают люди в униформе с яростью и ненавистью смотрящие на нас унижающие нас смеющиеся над нами верть вертищей нами и изгаляющиеся как угодно и нам ничего не остается кроме жги и грабь вот так прямым текстом вперед ну то есть так все в порядке ну ладно get up стена первая песня которую тоже и марли написали после гастроли на гаити поразившись нищете жителей гаити которая была еще круче чем нищета жителей кингстона и жителей ямайки вообще там тоже в общем все в порядке с бандитизмом и с нищетой было и с кровавыми разборками и с ужасами и со всеми делами очень красивая песня очень яркая мощная и как говорят это последняя песня которую боб марли исполнял на концерте живьем незадолго до смерти очень хорошая вещь вот халилуя тайм следующий номер неземной красоты просто такая светлая лирическая песня с удивительной мелодией просты но при этом вот это вот регей штучки это квакающая гитара в одном канале прямая гитара в другом канале басовая мелодия басовая мелодия кстати в гироп стендап просто помрачительная там играешь то на на бас-гитаре просто просто за предел просто за предел хотя никаких вот этих там да 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 вот это вот болтовни вот этой слеповой конечно нет просто чисто здорово и очень интересно сыграно все так вот халилуя тайм это просто плавательный бассейн в мозгу это настолько красиво и солнечно что хочется на репит поставить и бесконечно эту песню крутить ну и айшат айшат деферев третий номер это еще круче не круче но в тот же ряд со следующим номером который вот жги и грабь называется то есть я убил шерифа я готов за это заплатить оправдывая свое убийство марли поет я прав я убил и правильно сделал я убил его господи твердой рукой я не мог терпеть ведь я не святой это не его стихи это стихи павла курсанова но тем не менее это это все то же самое я убил я готов заплатить и когда марли поет я готов заплатить а вилл пэй и реверберации идет делаем такой подъем духа подъем гнева и уверенность собственной правоте в этом убийстве хорошо ли это плохо ли это но тем не менее песня замечательная стала как мы все знаем хитом до в исполнении эрика клептона который продвинул отчасти тоже и боба марли и популярность музыка регей вообще в принципе ну так случилось хотя если вы не клептон то и без него бы справились на самом деле и исполнение марли и уэллерс мне нравится откровенно говоря больше потому что клептона это в общем в общем все просто просто взял сыграл хорошую песню он отличный гитарист и его безумно люблю но песню взял сыграл а здесь боль и честность и интимное обращение к слушателю при этом как я уже грил с полный с полным осознанием собственной правоты очень круто ну вот берлин энд лутин следующий номер меланхоличная вроде бы такая история но про то что жги играть и все и никуда больше не пойдешь путает он хорошая песня традиционную такой не традиционного песня могли но такой традиционной региа вот жемчужина это конечно small x на второй стороне первое это старая песня их их же которую они переиграли переделали и это просто гимн восстания small x да ты большое дерево а я маленький топор и я тебя срублю все-таки большое дерево и как в последней песне растам энчант традиционный уже поется о том что вавилон оставит свой трон и вавилон падет и мы будем жить и петь вот так что такое вавилон вы понимаете да все после тонн вторая песня песня уэйлера скорее soul красивый красивый нежный soul очень контрастирует с айшат дешериф дурни над лутин и small x вот вот эти три ноль но и gear up stand up конечно вот эти четыре песни это четыре песни которые стоит четырех альбомов я могу сказать каждая из этих песен она стоит отдельного альбома это такие за такая мощь которую еще где поискать ну собственно говоря вот эту пластинку я очень рекомендую она помимо того что она социально направлена она еще очень красивая по музыке очень красивая музыка замечательно сыграно спета я уже говорил как вот эти вокальные гармонии ну и игра музыкантов просто просто настолько точно чисто интересно ритмично ешьте больше острого и жирного я пошел пить пока